Организаторы пикета – общество в поддержку рижского цирка. Среди пикетчиков как те, кто любит представления, так и те, кто не раз выходил на цирковую арену. Все они уверены, что история цирка неразрывно связана с выступлениями диких животных. Приходят зрители с маленькими детками. Первый вопрос в кассе – будут ли животные? Если говорить, что животных нет, разворачиваются, уходят и не покупают билеты. Вот и ответ. С инициативой запретить выступления медведей, тигров и так далее осенью прошлого года после переговоров с организациями по защите животных выступила продовольственная ветеринарная служба. Ее поддержали Министерство земледелия и культуры. Основной аргумент – это аморально и жестоко. Пикетчики считают, что отдельный случай издевательств – не показатель. Например, фокусник Сергей Ступаков, который работает с попугаями Ара и Кокоду, так же, как и его коллеги, уверен, что пряник лучше кнута. Все это бред, что рассказывают, что надо обязательно избивать, надо забить это животное до смерти, чтобы оно слушалось наоборот. Если вы будете обижать животное, оно никогда не будет вас слушаться, оно никогда к вам не прилетит, не будет сидеть с вами, оно будет бояться и убегать от вас. Вот и все. Знаете, многие ссылаются на несколько роликов, которые там в ютубе видели, я их тоже смотрел там по поводу избиения той же обезьяны. Это действительно было печально, само сердце кровью обливалось, но нельзя всех равнять просто под одну гребенку. Нужно наказывать людей, конкретно которые провинились, просто им закрывать двери в эту профессию. Но то, что является золотым фондом нашей культуры, уникальной области искусства, должно оставаться. Общество в поддержку Рижского цирка за неполный год собрало более 10 тысяч подписей зрителей, которые уверены, что в цирке должны быть номера с дикими животными. Эти подписи вместе с петицией, в которой также звучало еще одно требование сохранить цирк в историческом здании, были поданы президенту, премьеру, а также в Минземледелие и Минкульт. Министерство земледелия ответило то, что начиная с конца 2015 года они принимали решение, чтобы против демонстрации животных в цирке и дрессировке. Министерство культуры дало, что они хотят, что цирк будет, существует, будет существовать, но он будет без животных. А Министерство культуры завтра объявит о промежуточных результатах конкурса и о том, сколько человек готовы взяться за развитие Рижского цирка, правда, уже без диких животных. Многолетний директор цирка Лоли Толипинска заявку не подавала. Наша цирка известна в мире, наши фестивали, наша работа, уровень наших программ, он известен. Я довольна тем, что мы показывали. Почему все-таки решили отойти в сторону? А в министерстве они довольны. Им кажется, что надо что-то другое. Есть концепция, что надо в цирк запусти, завести обратно тех, которые выступают на улицах и на рыночных площадках. Своё слово в отношении «быть ли в Риге с 2018 года цирку с дикими животными» ещё должны сказать кабинет министров и семьи. Ольга Пилиповец, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.